Подготовка поверхности для установки сайдинга Stone House. Это очень важный и ответственный этап. От того, насколько правильно подготовлена несущая конструкция, зависит общий вид здания. Наметим место установки центра профиля обрешетки. На расстоянии 40-50 см установим следующий. Их выставляют строго по уровню, поскольку они будут служить ориентиром для установки всех последующих профильных планок. Фиксация профильных планок к дому выполняется посредством металлических подвесов. Подвес фиксируют к стенам саморезами и сгибелями, после чего подвесы изгибают, придавая им П-образную форму. Расстояние между подвесами должно соответствовать выбранному шагу установки. Монтаж обрешетки принято начинать с установки боковых профилей у краев стены, если монтаж сайдинга горизонтальный, а обрешетки вертикальный. При использовании деревянных реек обязательно обработайте обрешетку огнебиозащитной пропиткой. Влажность древесины не должна быть выше 15-20%. При монтаже сайдинга Stone House с использованием утеплителя обязательно установка пароизоляционной и ветровлагозащитной пленки. С помощью отверстий можно регулировать расстояние между стеной дома и профилем. Когда подвесы будут прикреплены к фасаду, к ним крепят профиль. Его вставляют в подвес на требуемом расстоянии от стены и привинчивают при помощи соответствующих отверстий в подвесе и саморезов. Внутренний и наружный угол Применяется для крепления на наружных и внутренних углах. В местах наличия внутреннего угла устанавливается соответствующая планка. Внутренний угол оконного проема декорируется угловой планкой. Во внутреннюю часть оконного проема устанавливается джей-планка. Если отверстия-планки не попадают на место крепления, необходимо раскроить и вырезать новые отверстия в нужном месте. Зажать саморезами. Пространство от внешнего к внутреннему углу оконного проема заполняется софитами. Софиты также нужно предварительно раскроить и вырезать. Крепим софиты с помощью саморезов. Сайдинг Stonehouse стыкуется с помощью соединительной H-планки. Она крепится к обрешетке в местах стыка сайдинга. Сначала прикрутите планку саморезом с одной стороны. Затем следует выровнять горизонт с помощью уровня. После этого зафиксируйте планку с помощью самореза на другом конце. Зафиксируйте планку по всей длине. Либо, возможно, стыковка по камням. Для этого нужно подрезать сайдинг по контуру камня. Если завершающая панель сайдинга частично подрезается, то вместо завершающей планки устанавливается J-планка. Определите начальную точку, где будет установлен первый ряд сайдинга. Начальным этапом при монтаже сайдинга Stonehouse является правильный раскрой материала. Это поможет избежать ошибок при монтаже панелей и не приведет к излишнему расходу материала. Нарезка сайдинга допускается следующим инструментом. Ножовка или ножницы по металлу. Электролобзик, станковая или радиальная ручная пила. Установку сайдинга Stonehouse следует производить горизонтально, снизу вверх. В случае, когда сайдингом планируется декорировать только нижнюю часть дома, лучше выполнить горизонтальную обрешетку. Если же панелями будет обшит весь дом, то лучше будет смонтировать вертикальную обрешетку. Виниловый сайдинг, как и многие отделочные материалы из ПВХ, имеет свойство менять свои размеры при перепадах температур. Осуществляя монтаж сайдинга, помните, что панель должна иметь свободный ход, а центр гвоздя должен быть расположен в середине перфорированного отверстия. Для крепления сайдинга используйте оцинкованные, либо изготовленные из алюминия саморезы или гвозди. При установке первой панели нижний элемент крепления, шип, необходимо срезать и вставить панель в завершающую планку, которая используется как в начале установки сайдинга, так и в завершении монтажа. При наличии труб и других коммуникаций в фасаде здания необходимо раскроить сайдинг и просверлить отверстие в нужном месте. Переход от цоколя к основному цвету фасада можно осуществить без использования дополнительных элементов, напрямую соединив панели сайдинга Stone House разных цветов. При монтаже сливной планки на углу фасада необходимо заранее раскроить и вырезать угловой изгиб с помощью ножниц по металлу. Затем согнуть и установить сливную планку. При монтаже сливной планки в местах стыка необходимо оставить зазор в один-полтора сантиметра, наложить следующую планку поверх уже установленной. При креплении планки Stone House следует крепить саморезы по всей длине. Расстояние между креплениями для водосточной трубы должно быть не менее 50 сантиметров. Монтаж сайдинга завершен. Работа заняла 5 дней. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин